Луганская область полностью под контролем российских войск. Что дальше? Что будет с мирными жителями полностью оккупированной Луганщины? И остановится ли армия России или без пауз сразу пойдет на захват Славянска и Краматорска? Это проект «По факту». Я Кристина Терещенко. Еженедельно мы в деталях разбираем ключевые темы и события российско-украинской войны, собирая все важные заявления и представляя различные мнения «По факту». Последний форпост Луганщины пал в Лисичанск полностью под контролем российских войск. Украинским войскам дан приказ отступить. Захват Луганской области в административных границах – одна из принципиальных политических задач для Владимира Путина. На ее реализацию были брошены колоссальные военные силы. Если бы генералы формировали эти операции, театр военных действий выглядел бы совершенно по-другому. Это контрпродуктивно с военной точки зрения. Теперь по всей территории Луганской области будет продолжаться установление оккупационной власти так называемой ЛНР. И оставаться там мирным жителям может быть опасно. Там проводятся разные фильтрационные мероприятия, обыски, репрессии, продолжают пропадать люди. Некоторых убивают. Мы можем сказать, что в этих городах сейчас анархия полная. Не стоит исключать, и по информации различных источников это уже началось, того, что там будут проводиться мобилизационные мероприятия по типу того, как это проводится в Луганске, Донецке и так далее. Следующая политическая задача – полная оккупация Донецкой области. По словам военных экспертов, после установления контроля над Луганщиной, российские войска пойдут на захват Бахмута, Славянска и Краматорска. Захват Лисичанска привел к тому, что река Северский Донец теперь находится в тылу российской армии и более не является природной преградой, которая замедляет наступление. Следующая мета – это, по моему пониманию, трасса М-03, которая объединяет с Изюмом через Славянск на Бахмут. И также они хотят, чтобы и та трасса была у них в тылу, и поэтому они смогут, и тогда они смогут и дальше вести наступную деятельность. Что изюмское группирование, что левый флангинг-центр Попаснянского, они уже сосредоточили ударные тактичные группы и уже, певным чином, проводят подготовку до этого. Это одна и та же российская группировка. Если брать Попасинское направление, Изюмское и Северодонецкое, это одна группировка, которая пытается в том числе захватить Славянск-Краматорск. У них это все входит в одну операцию. Главный вопрос – приимеют ли российские оккупанты уже ставшую для них классической тактику стирания с лица земли городов Донбасса. Как это произошло с Мариуполем, Северодонецком, Рубежным, Попасной и Волновахой. Мы увидим, как они будут действовать во время прорыва в этот район. Можливо, они захочут отручити этот район. Можливо, они продолжают тактику, которую они использовали по отношению, например, до Рубежного, Северодонецка. Это знищение строительства, инфраструктуры для того, чтобы оставить защитников возможности использовать это в интересах обороны. Оточение, если мы говорим о оточении, то мы имеем в виду, что СССР остается оборонять. Я не думаю, что они подойдут на этот шаг, и лучше будет отступать и перегруповаться. В то же время удары по складам боеприпасов и скоплению вооружения в тылу российской армии на неподконтрольной территории Луганской области усложняют и замедляют наступление. Это, в первую очередь, повельняет, по-перше, действия противника. А по-другому, несмотря на тот факт, что СССР наносят огневое уражение по передовым пунктам управления, по командным пунктам противника. Это вносит определенную дезорганизацию в процесс боевого управления противника. Так, это дает больше времени украинским войскам, повельняет свои действия противника. И, по словам экспертов, рано или поздно российским войскам все же придется взять некоторую паузу в своем наступлении. Если они возьмут Словянск и Бахмут, там они будут вимушены остановиться, потому что нужно перегруппировать войска, потому что у них недостатньо пехоти. Нужно будет решить следующий крок. Тогда, возможно, для ЗСУ будет час взять ими церкви в свои руки. Если российским оккупантам удастся победить в битве за Донбасс, взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области в административных границах, вероятно, стоит ожидать дальнейшего продвижения. Конечно же, если они захватят полностью Донецкую и Луганскую область, они тогда смогут перебросить свои войска куда угодно. Могут сформировать ударные кулаки на Харькове, может быть, вернуться на Запорожье. Они от этого не отказываются. Очень важное для них направление – это, естественно, Николаев Одесса с выходом на Приднестровье. Я не думаю, что они захочут купить что-то на Харьков в синдроме, потому что захопить Харьков очень сложно, на мой взгляд, неможливо. И поэтому там они остаются на своих позициях и будут перебросывать через направления, то есть с сходу, на сходу, на сходу, на сходу. А потом, опять зависит от действия ЗСУ, они бы хотели бы улучшить свою позицию и немного просунуть вперед, чтобы выйти где-то на уровень Запорожья. И тогда Дніпро будет защищать левый фланг. Продолжение следует...